Прежде всего, я еще раз хочу сказать вместе с вами слава Господу за то, что Господь сохранил жизнь нашу и дал нам возможность сегодня быть здесь в молитвенном доме. И не только здоровье и силу, а желание и сознание того, что эти времена не пройдут просто так бесследно, и они доставят благодать сердцу нашему, потому что, живя на этой земле, как и сегодня уже было подчеркнуто, нам очень нужно следовать Слову Господню, чтобы не попасть в плен к врагу. И я не раз говорил, и не хочу, чтобы сегодня у нас было какое-то превратное понятие о свободе. Для людей, и даже часто для христиан, понятие свободы ассоциируется с таким понятием, что хочу, то и делаю, и я свободен поэтому. Но Библия говорит, свободен тот, кто точно-точно исполняет Слово Господне. И в чем заключается? Он никогда грешить не будет. И мы хорошо понимаем, что человек, который не грешит, он свободен. А если он делает то, что хочет, но это грех, это совсем не значит, что он свободен. Поэтому я, когда эту тему говорил, не один из нас не употребляет такое слово, что я вас веду из рабства греха в рабство Слова Божьего. Потому что раб, и мы часто слышим, что апостол Павел себя рабом называет. Чем и ценен раб, и чем отличается, он очень точно исполняет волю Господина Своего. А если у него и есть какая-то свобода в действиях, то она только для пользы, чтобы выполнить то, что Господин предназначил. Поэтому нам очень важно сегодня точно следовать Слову Господню, чтобы нам быть свободными. И в конце концов, самая конечная цель нашего следования за Господом – мы хотим свободно войти в небесное царство воротами. Я не раз эту истину напоминаю. Она нам известна, что все люди переходят в вешенность, в том числе и верующие люди. Но одни очень свободны, а другие с большими страданиями. И те, и другие, я верю, что если Господь производит работу Свою, Он ее напрасно не производит. Он не допускает скорби с той целью, чтобы человек в последние дни жизни на земле в скорби провел. Но в этой скорби и есть смысл. Это очищение, это переплавка, это в конце концов расплата за грехи, которые были сделаны. Мы об этом не раз говорили. И вы помните, мы всегда читаем про хлебопроломление, чтобы мы были очень внимательны, чтобы мы не относились к трапезе Господней, как к обыкновенному обеду. Внимательно исследуйте себя. И почему? Потому что кто будет есть и пить недостойно, то есть и пьет осуждение себе. И вы помните дальше результат этого суждения. Оттого многие из вас немощны и больны. И что еще? И немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Мы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром, чтобы не пойти в ад. Это тоже выход. Это тоже Божий путь, когда человек не понимает или бесчилен. Но я, например, не хочу так переходить и вешать, чтобы быть судимым за грехи. Я хочу свободно перейти. И для этого у меня есть возможность прочитать Слово Господне, через Слово Божие увидеть, где я неправильно думал, где неправильно поступал. Сказать, Господи, прости меня. Уже если будешь наказывать, то не совсем, то не смертью. А ведь Писание говорит, и смертью даже Бог наказывает. И это неудивительно, потому что возьмите за грех что? Смерть. Если уже не смерть, а болезнь просто, или неприятность, то это уже милость. А если строго, смерть, но это расплата, а дальше человек идет в святую вежность. Но я бы не хотел так рисковать. Я бы не хотел так рисковать. Когда у нас есть свободное время, можно свободно рассудить, помолиться, попросить прощение, просить освобождение, чтобы не грошить дальше. Вот поэтому мы очень внимательно исследуем Слово Господне и хотим и жить не просто так, как люди живут, лишь бы как, а иметь благословение Господне. Как я в последнее время одну тему вел, святейшая вера. Помните, я напоминал и на разборы. Допустим, Моисей не мог взять обетования Божьих на земле всех, в землю обетованную не вошел. И ни от того, что не угощил, не хватило и розума, или искренности, или верности. Святости не хватило. Помните, я вам напоминал. Моисею, чтобы войти в обетованную землю, а эту часть обетования для земли принадлежащей, потому что все-таки Моисей спащенный и у великой слави, и Бог говорит, как о верном человеке, а вот на земле все не взял. Дошел до границы, а Господь говорит, все, до этого времени ты вел народ, а дальше не поведешь, тебе святости не хватило. Он просил же Господню, ну дай войти. Помните? Говорит, даже и не проси. Даже и не проси. В то же самое время он сказал, мне 120 лет, но зрение мое не притупилось, сила моя не истощилась, по силам, по ревности он долго еще мог бы вести. А Господь сказал, все, а то хорошо у тебя, Моисей, а святости не хватает. Поэтому просто, вот когда мы читаем Слово Господне, то мы обращаем внимание на эту деталь. Мы как-то, ну, извините, я вместо разбора начинаю проповедовать эту тему последнего времени. Но Господь как раз на то обратил внимание. Мы очень часто веру совсем не связываем со святостью. Мы ее противопоставляем святостью. А что тут бояться? Вера надо. Согрешил на колени, Господи, прости, и пошел дальше. А между тем Писание говорит, нажидая себя на какой вере? На святейшей вере вашей. Оказывается, вера может быть и не святейшая. И тот же самый Павел, он был больной и трижды молил Господу, чтобы удалить от него эту жалобу. А Господь сказал, не могу. А после Павел пояснил, почему? Чтобы я не возгордился, не произносился откровениями. Да оно мне жалобло. Вот вам, пожалуйста. Если бы была святость та полная, то никаких проблем у Бога не было. Бери и живи себе свободно. Но когда Бог видел, что может возгордиться, говорит, я этого тебе не отниму. Постоянно будешь чувствовать, что ты ничто. Да и много мы сегодня можем говорить на эту тему. Я просто к чему свожу? К тому, о чем сегодня уже было и сказано. Мы же не просто хотим сегодня жить на земле, мы хотим исполнять Слово Господне. А оно нас учит. Явилась благодать Божия, спасительна для всех человеков. И что она делает? Научающая нас, чтобы мы правильно и теломудренно жили в нынешнем веке. Ожидая милости от Господа, ну и так далее. Я уже не цитирую этих мест в Священном Писании. Поэтому пусть Господь поможет нам не просто вот так вот поразвлечься и еще раз прийти на разбор, слушать, а что же там еще будет интересного. Писание говорит, что в чем заключается? Услышать и что? И исполнить. Услышать и исполнить. И говорит, кто слушает, но не исполняет, это безрассудный человек, который строит дом свой на песке и без фундамента. Так написано? Так. Почему? Не исполнять, а то грешит. Что это значит? Вот эта стройка, эта жизнь наша, она из дел наших складывается. Одно дело хорошее, камень хороший. Когда это грех, это гниль. И, конечно, когда пойдет наводнение, а камень один такой, другой такой, то что это за дом, что это за строение? И вы сами знаете, не один раз тоже такие примеры, житейские знаете. Когда строили дом, но там половина была незаконным путем приобретена. Деньги были получены левым путем, потом разоблачали, садили в тюрьму и конфисковали все. Развалился весь дом, посудил, нет его. Может, не в полном смысле слова, развалился, нет, он стоит. Но его забрали, конфисковали, кому-то другому продали. А ты как не был дома, так не... Почему? Вложено было не то, что надо. Вы сейчас понимаете, о чем я веду речь? Потому что, ну слушай, то слушай, то хорошо. Но хотелось бы, чтобы мы слушали, принимали во внимание. Господи, помоги выполнить. Потому что, если не будет исполнения, то на песке. Это песок. И говорят, Писание прямо говорит, отвечает на этот вопрос. А кто делает грех, тот от кого? Не хочется говорить, что если я делаю грех, то от дьявола. Ну, на куда денешься? Может быть, не совсем уже дьяволу преданы. Но когда я делаю грех, то я делаю то, что дьявол мне скомандовал. Бог никогда, душа твоя, никогда не предложит делать грех. Поэтому не совсем нет, от дьявола с Богом дела никакого. Но второе, когда ты делаешь грех от дьявола. Не хочется особенно к себе это примерять. Но, тем не менее, Библия очень четко, конкретно, строго, без всякого лицеприятия написала вот так Иоанн. И все. Вот, братья, не обманывайтесь. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Вот так вот резко и неприятно. Но, как я часто повторяю, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Кому она нужна вообще, вот эта сладкая ложь? Это мы будем читать дальше. И хотелось бы, чтобы мы обратили внимание. И вы помните, мы в прошлый раз говорили о том, как люди могут съедать свои мышцы. Помните, говорили, кто это мышцы и так далее, и так далее. Ну и говорили о том, что горы тем, которые закон не справедливо принимают, постановление. И Господь говорил, что вы будете делать, когда гибель издалека придет, когда будет день посещения. Вы согнетесь, пойдете между убитыми, и так далее, и так далее, и так далее. И дальше мы коснулись одной этой личности, Асура. Может быть, его имя не звучало, но это о нем идет речь. И Господь говорил здесь, Я пошлю против народа нечестивого, против народа гнева моего. Вот я немножко возвращаясь назад, обращу внимание, что этот народ не был народом его гнева. Это был народ его любви. Это народ израильский, который из Египта вывел. Но они потом стали делать настолько гнусные дела. Даже языческие так не делают, как вы. И получилось так. Был народ его особенного попечения, народ особенного любви. Господь говорил, говорил, неоднократно повторял, напоминал. Они, говорят, били пророков и бивали, выгоняли, и слушать не хотели. И, наконец, Господь сказал, все, это уже народ гнева. Это народ моего гнева. Хотя это было временное явление. Там дальше будем читать, Господь скажет, что не переживайте, вот время пройдет, я к вам обращусь. Но на этот момент это народ гнева был. И Господь говорил здесь, я даже ангелов посылать не буду. Я найду людей, которые на земле, и они вас накажут. Не надо бедствий никаких. Хотя и о бедствиях здесь речь может пойти, и мы найдем очень много. Но, наверное, самое неприятное явление, когда человеку в рабство попадает. Когда он где-то работает, а ничего не получает. Когда его заставляют, когда удовольствия нет, но заставляют работать. И даже само понятие, попал в рабство, оно психологически трудно переносится. И Господь очень часто отдавал людей в рабство. И он говорил так во второзаконии. Говорит, не хотите мне служить добровольно, с радостью, то будете служить своему врагу. Так что он вас измучит. Он вас не будет убежать, он заставит. И будете пахать, и делать, будете плакать, и будете делать. Я хочу, чтобы вы делали с радостью, с благодарением. Не хотите, то будете делать, но будете с плачем, с остомом, но будете делать. Потому что враг не станет с вами церемониться. И вы знаете, как сегодня трудно людям, которые попали в плен к врагу. Как бы еще говорим, не дай Бог сегодня попасть в плен к ним. К нему вернее. Это мы видим тех, которые в психбольницы попадают. Мы не раз видели здесь, как оно, вот это проявление идет. Это люди, которые в плен попали. То это на земле ограничено. А что говорить тогда про вечность, если в ад попадет человек? Это что-то несравненно, но гораздо более глубокое и страшное. Вот почему сегодня Господь так много заботится о нас, чтобы накормить, чтобы сказать слово, чтобы мы не попадали в этот плен. И опять возвращаясь, как-то не могу начать именно конкретно. Вы помните, когда мы читаем священное писание, самой первой странички Библии. Как только Адам согрешил, то там написано, что Бог его изгнал из рая. И после Господь сказал, почему изгнал. Он уже говорит, что тормозов не имеет. Он понял, что попал в плен. Он возьмет от дерева, жизнь не вкусит. И станешь жить свежим, тогда я ему не помогу. Смерти не будет. И Бог покажет, что такое, когда смерти нет. Вы помните это место в священном писании? Во время великой скорби, когда дьявол возьмет власть над землей, то люди искали смерти, и что? И не находили ее. Искали смерти. Сегодня смерти все боятся. Смертью то смерть. Если кто-то решается, это уже крайность. А там вот будут люди, под влиянием этих бесовских сил, мучить их будут. Смерти будут искать. Для них смерть будет спасением. Но не найдут ее, этой смерти. Вы понимаете? Я понимаю, что смерть, избавление, это на короткие мгновения. А там, когда попал уже в ад после этого, то уже опять же вечно все. И даже смерти не будет. Вы помните, Псалом 1, по-моему, старый, смерть, смерть, избавление от жизни постыла и в отчаянии будут искать. Но смерть убежит, и холодные могилы не смогут себя утешать. Поэтому вот то, что сегодня касается очень строгостью большой, на самом деле оказывается великой милостью. Бог не дал возможности Адаму кучить, чтобы жить вечно, и чтобы избавить, смерть призвал. Возьмите за грех смерть. Отдал своего сына на Голгофский крыш, умер за нас, чтобы мы могли жить. Поэтому люди испытают на себе. Если кто-то сегодня обвиняет Бога в том, что он очень строгий, взял сразу и выгнал, то когда поживут под его руководством полным, сегодня что-то неполное. Если где-то что-то, да, тяжело, но это еще не то. Это еще не то. Как бы ни было трудно, люди из жизни ищут, хотят жить, а там откажутся от жизни. Смерть дай, а ее нету. А ее нету. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы, послушавши Слово Господне, могли через него проверить свое собственное сердце, чтобы после не оказаться в незавидном положении, или в рабстве, или в обшивне спасения. И здесь Господь говорит, я уже дальше не буду обращать внимание на прошлый разбор, но вот он что сказал об Асуре в 5 стихе 10 главы Исаии. О, Асур! Жезл гнева моего, и бич в руке его, мое негодование. Асур означает чернота. Когда мы говорим чернота, то в общем, понимаем, речь идет о грехе. И очень часто вот нашествие Асуры на ту землю было результатом греха, который люди делали. И сегодня кто-то находится в плену, наверное, еще черноты своей собственной. И под влиянием тех людей, которые совести не имеют никакой. Поэтому вот эти все явления и бичом могут быть. Это может быть испытание. Это может быть испытание веры. Вы помните, я не один раз говорил, когда пришли Иисуса Христа брать, то он спрашивал, а что вы меня раньше не брали? Я же ходил среди вас. А что вы раньше не брали? Ну, теперь возьмите, ваше время и власть тьмы. Вот такие времена власти тьмы, они бывают в нашей жизни. Когда Бог шлифует нас, когда Бог испытывает нас, и тогда нам кажется, ну, что же, и все забыли, и никто не помогает, и этих, и очень много. И эти времена, они бывают в жизни каждого человека. Только мира разная, потому что мы очень разные, силы у нас разные, духовные я имею в виду, возраст духовный разный. А эти времена приходят, это времена испытаний. Их просто надо пройти, пройти так, как должно. О, Асур! Жест гнева моего, и бич в руке его, мое негодование. А я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом, и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улице. То есть, если даже в нашей жизни, случается нечто похожее. Горобство, грабеж, значит, допущено почему-то было. Я говорю, повелел. Потому что дьявол не имеет права ничего делать без решения Господа. Он рвется не имеет права, Я вам рассказывал в одном комедии интересном, когда кто-то, облегченный власть, показал дьяволу отвечать на вопросы. И один из них был, и имеешь ли ты право делать все, что ты хочешь. Он написал, не имею. Не имею. Вот только что допущено. А допущено почему? Один раз, человек делает грех, второй, третий. А дьявол приходит и говорит, э, Богу, ну ты же знаешь закон, кто кому служит, тот тому и раб, но дай доступ к нему. И Бог долго-долго не дает, а потом говорит, ну что ж, а то ж правда, что он так делает. Ну, качнись. Только иногда говорят, вот пределы тебе положены. Помните, сказал Абиове, только душу его сбереги, все остальное забери, но души его не трогай. Жизнь его не имеешь права отнять. Все остальное, пожалуйста. Почему? То и у вас, и у всем другое было положение. У нас, наверное, мы не иовы. Но есть причина на все это. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в действительности мы могли во всякое время обращаться к Господу, зная, что у Него власть и сила. Но дальше здесь интересное явление подмечено. Я на него брошу внимание. Эту мысль я как бы потеряю, я пойду дальше. Но я пусть вернусь к ней. И добыть добычу, попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает. И не так помыслит в сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народу. Ибо он скажет. Посмотрите. Вот как Бог знает наперед. Ибо он скажет. И что не сказал. И что даже не пришел в землю, чтобы разорить. А Бог как совершеннейший в знании. Помните, такое выражение из книги Иова? Перед тобою совершеннейший в знании. Вот как это так? С одной стороны, у нас свободная воля. С другой стороны, Бог не сотворил ни одного человека для ада. Ад сотворен для дьявола, для ангелов его. Свободная воля. Не сотворены мы для ада, для вечной жизни. Бог никогда не направляет на зло. Но если бы, допустим, Бог на зло направил, то значит, ну да, он направит на это и это же делает. Он ему внушит, сделай так. Но он же этого не делает. И тем не менее, учитывая и свободу, и поведение других людей, Бог очень точно глядя вперед, говорит, вот он что скажет. Но он скажет. Но он не так подумает. И не так помышлит в сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народу. Ибо он скажет, не учили цари княжья мои. Вот Бог на это время допустил вот это сделать. Это был бич в его руке. Ассур. Он мог поработать эти народы. Если бы он понял, что-то Бог допустил. Но он сказал, но не так подумал. Вот откуда начинается потеря. Моя потеря, ваша потеря. Что-то случается в жизни. Где-то мы добиваемся успеха. И мы очень часто забываем, что мы всем этим должны быть обязаны Богу и благодарить Его. Но появляется в сердце, это я. Как только появилось, я сделал, я успел, я способен. И начинает человек чарать то, что ему Бог дал. Но он не так помышлит. Вот откуда все начинается. Для нас важно, кто что сделает. А для Бога и важно то, что сделать может. Но главное, что он помышлит. Потому что это он сам. Вот откуда все начинается. Дело не в том, что ты плохо сделал. Дело в том, что ты хотел плохо сделать. Вот в чем дело. Бывает то, что хотел хорошо делать, а получилось плохо. И такое бывает. И тогда Бог совсем по-другому смотрит. Люди смотрят, для них все равно плохо. Что ты там думал, не важно. А Богу важно. Вот почему иногда мы Его и не понимаем. Ну, как это так? Вот такое и делал, а Бог как будто доволен этим. Потому что Бог знает мысли, знает чувства наши. И Ему важно, почему ты так сделал. И я опять повторяю такую вот важную мысль. Почему для Бога это так важно? Потому что Он нас готовит к вечности святой. А в вечности святой открыты чувства, и мысли. Сегодня на земле тело наше, оно скрывает наши мысли. И мы довольны тем, что человек сделал. Мы не совсем ковыраемся, а почему он так сделал. Ну, хорошо, да и хорошо. Похвалил, да и похвалил, да и ладно. А вот если бы увидел, что похвалил, что был доверивающий, да потом вред сделал, то мы бы так не думали бы. Так вот, Бог готовит нас к вечности и напоминает нам. На земле много что проходит здесь, потому что никто не знает, что мы думаем и что мы хотим. А там это не пройдет, поэтому думайте о своих мыслях, о своих чувствах. Там все открыто. Там не будет, кто-то мог где-то спрятаться. Потому что на земле, почему надо прятать? Потому что нечистого много. Нечистых мыслей, неправильных, иногда может быть и по недоразумению неправильных. А там же этого не будет. Там не надо будет ничего прятать. Туда войдут люди, которые достигли определенного совершенства здесь на земле. Поэтому поль Господь поможет нам наблюдать за своими мыслями. Очень часто мы попадаем в плен, депрессии нашей, уныния нашего, потому что не бодрствовали, приняли мысли не те, что надо. То есть эта мысль от Господа, то она полна благодати и мерещи от дьявола, она полна депрессии, уныния, отчаяния и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я часто говорю так, что с мыслями бороться тоже трудно. Но здесь есть резон бороться с теми мыслями. Хранишь свое сердце, сберегаешь себя от уныния, то тут хоть знаешь, за что страдаешь. А вот когда не с бодрствой допустил эти мысли, и ходишь разбитый, то какая польза этого вообще? То когда ты бороишься, изнемогаешь, смысл есть. А когда ты попал в плен, страдаешь, какой смысл? Ведь ничего не меняется? Абсолютно ничего не меняется. Но я понимаю, начал страдать, начал переживать, обида пришла, и побежался, побежался, и поменялось вокруг все. Так оно же не меняется. Если и меняется, то не потому, что ты недоволен. может быть, кто-то молится, может, сам начинаешь молиться, а твое разбитое сердце, оно ничего не меняет абсолютно. Это бесполезно все. Поэтому, пусть Господь благословит нас, чтобы наблюдать за нашими мыслями. Это начало, и начало всякого дела, начинается в голове, начинается в мыслях и решениях. А потом уже оно проявляется в деле. Но он не так подумает, и не так помышлит в сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народу. Ибо он скажет, не учили цари князья мои. То есть он самый высший, самый достойный, самый способный, самый сильный. Поэтому, если и есть кто-то похож на него, ну, то только на порядок ниже. Это князь мой будет, и все. Но царом буду я. Как говорят, один такой юмор есть, говорит, самозванцем нам не надо, командиром буду я. Вот этот тоже вот так вот думал. Он тоже вот так думал. А почему, интересно, я еще не возьму больше? Никак не мог понять, что есть границы. Вот Бог тебе это допустил, ты взял. И знай, что это допущено, это не твоя работа. Как только помыслил, что сам взял, и пошло все к потере. Все пошло вниз. Ибо он скажет, не учили царик, князья мои. И дальше здесь пошли имена. Вот на них стоит обратить внимание. Халдне. Не тоже ли, что Кархемис. То есть он называет сначала города, которые в Израиле, Божьим народом. А потом вспоминает те города, которые он брал. Он их сравнивает и находит, что они одинаковые. И насколько это будет можно, просмотрим эту разницу. И дальше вот он что говорит. Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более жили в Иерусалиме и Самарии, «То не сделал ли я того же с Иерусалимом и изваяниями его, что я сделал с Самарией и идолами ее?» Теперь давайте, насколько это можно сравним. Вы знаете, здесь Халдне, оно переводится «крепость Анны Халдне». Анна – услышание, или ответ, имеется в виду на молитву. Халдне означает Анна – услышание, ответ. Халдне – крепость Анны. И вот смотрите, Халдне – тоже кархемист, а кархемист означает «крепость Хемиса». Ахемист я вообще не знаю, что такое. Анна – это еврейские имена, все. С одной стороны, здесь крепость, и здесь крепость. И он не видит разницы, в чем крепость этого города, который в народе израильском, и тот, который где-то в язычестве. Как вы помните, я вам напомню, чтобы более понятно было, о чем я веду речь, вы помните, как Моисей простал перед фараоном. И первое чудо, которое он делал, которое Господь сказал ему, вот брось жезл, и он станет змеем. Помните? Волхвы что сделали? Они тоже бросили свои жезлы, они стали змеями. Но никто не обратил внимания, что жмеи, значит, Моисея поглотил их жмеев. Самое важное, что и там жмеи, и там жмеи. И как будто и разницы нету. Хотя и здесь разница была. Вы помните второе явление, когда воду круг превратил жезлом, и они то же самое сделали. Вывести жаб, и они то же самое сделали. И вот этот царь сравнивает, вот эти города, когда говорят, одинаково все. Какая разница? Но было то не одинаково, все равно не одинаково. Это был вверх способностей, тех же самых дьявольских и человеческих. А у Бога это даже не начало было. Мне вон, где еще потенциал какой огромный. И уже когда с мошками дело стало во время фараона, тогда волхвы сказали, все, это вред перс Божий, мы не можем. Вот до этого времени мы могли. А дальше мы не можем. Это перст Божий. И вот этот царь сравнивает, вот эти города все, и он не видит разницы. Ямав. Опять, укрепление, крепость, твердыня. А Арпад тоже сила, подпора, место для отдыха. Он разницы не видит. Оно очень похоже все. Самария. Не то же, лишь что Дамаск. Самария – сторожевое место. Дамаск – место хлопот, место деятельности. А вы знаете, что люди щелены своей деятельностью. Если бы не было деятельности, и сторож не был бы сторожем. Оттого он и сторож, что он действует, он не спит, и разницы не видит. И вот, что и увело в заблуждение этого цара. Что увело? Разницы не видел. А почему не видел? А он вот что говорит. Так как рука моя овладела царствами идольскими, которых кумиров более, нежели в Иерусалиме. И он посчитал, чем больше богов, тем сильнее народ. А на самом деле, он вот что не учел. Чем меньше идолов, тем больше присутствие бога может быть. А он этого не видел. Он по отношению к идолам, значит, его оценка была. И он сказал, в этих идолов было больше, я взял в этих меньше, что я их не возьму. Они то же самое. Оказывается, не то же самое. И дальше Господь здесь говорит. Он говорит, так как рука моя овладела царствами идольским, которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самаре, то не сделали того же с Иерусалимом и извояниями его. Что сделало с Самарией и идолами ее. А здесь уже даже сравнивается, в Самаре все-таки самаране тоже как-то бога чтили. Помните, но их в чем было отличие от самарян? Они говорят, и бога чтили, и идолам своим служили. То, наверное, сегодня многие из нас самаряне. Может, не многие, но некоторые. Но главное, и бога чтили, и идолам своим служили. Это характеристика Самарии. Это характеристика Самарии. А то не сделали того же с Иерусалимом и извояниями его, что сделал с Самарией идолами ее. И вот почему он так рвался туда. Потому что видел идолов. Из-за того, что и там, и там идолы, и разницы не видел. А, кстати, за это идолослужение Бог и попустил. Бог и попустил за это. За идолослужение, за идолопоклонство, за неверность Богу. Вот почему он шел с такой уверенностью. По идолам посчитал. И сказал, сделаю. Если там было больше идолов, то здесь меньше, тем более успею. Но у Бога была граница на все. И слушайте дальше. И будет. Это 12 стих. Когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме скажет, посмотрю на успех надменного сердца цара Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Услышал вот такое. Сам-то он знал, в чем причина его успеха. Он сам ему дал эту славу, сам дал могущество, сам разрешил идти. Я когда смотрю историю, я очень вижу, что Бог вмешивался во все времена в судьбу людей. И если надо было наказать кого-то, то он усиливал другого цара. А этого ослаблял. Я когда читал историю, то оказывается, когда монголы-татары пошли на Русь, то перед этим, наверное, года три или четыре был голодный год для России, для Руси. они настолько ослабели от голода. И уже когда пошли монголы-татары, они уже были способны завоевать, наказать за что-то. Вы поняли, что я сказал? Потому что если бы этого не было, никогда не взяли бы. Так что Бог никогда не допускал, чтобы какое-то государство особенно сильно вырвалось в каком-то отношении. Если кто-то вперед, то уже за ним подтягиваются все остальные. И если есть где-то какое-то преимущество, то оно не настолько великое, чтобы поработить всю землю. И нигде никогда еще не было. Хотя попытки были, что какое-то государство взяло власть над всей землей. Вот Господь даешь, потом и другие подтягиваются. Где-то промышленный шпионаж, где-то еще что-то, но глядишь, и у одного есть, уже в другом есть. И забрали китайцы порох, прошло короткое время, уже в других странах порох есть. Уже нет преимущества, где стрельное оружие перед стрелами, луками и стрелами. Вот Бог как-то всегда параллельно все. Такая незаметная работа. Кажется, все естественным чередом, а на самом деле есть такая хорошая регулировка всего. Если всматриваться с точки зрения Библии, ну и немножко более внимательным быть. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы имели надежду на Него. А если кто-то где-то берет верх почему-то, то есть причина на это. Есть на это причина. Но это временное явление. И вот здесь как раз очень хорошо описано это. Господь допустил, этот пошел, но сам-то он с Богом никаких отношений не имеет, и он тут же расшил в своей голове что-то я. И Господь говорит, вот посмотрим, что ты делаешь, посмотрим, что будет твое я значить. Получил успех, благословение, допуск какой-то, и думаешь, что ты. я очень хотел бы, чтобы в нашей духовной жизни мы прекрасно понимали, что наш успех, наш духовный рост, наши христианские победы, они сокрыты в Господе. Служение наше, если оно было приятным кому-то, оно сокрыто в Господе, оно не в нас сокрыто. Если оно от нас зависит, то совсем мало. может быть доверие какое-то, может быть еще что-то очень маленькое. Поэтому на основании вот этого примера я хочу еще остановиться, кое-на-что обратить внимание наше. И будет, 12 стих опять перечитываю, и будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе, тогда скажет, а теперь посмотрим, все свое дело. Сегодня мы не переживаем вот войн каких-то, но в нашей жизни лично есть некие войны происходят, есть некие допуски, может это болезни, может быть это еще неприятности какие-то, может быть, но я не знаю, что в вашей жизни есть. А это значит, что Господь допустил с определенной целью. И покуда он не добьется того, что наметил, ничего не снимется. Мы можем думать, почему? Роптать, что Бог не слышит, но вы знаете, это не тот, который не слышит. Я когда-то сказал, когда разбор проводили, я сказал, что не напомню. Если Бог говорит, когда вы молитесь, вас не слышу, это уже значит, что слышит. А эту не слышу, отвечать не буду вам. Я отвечать вам, я не могу вам отвечать. Я как-то вспомнил одно событие, с одной из четвер, которое было связано. Когда действительно Бог допустил нечто для переплавки. Это было очень серьезное. Даже было такое состояние, как будто уже и умерла вечность. И после, когда прошло, наверное, недели, две или три, и Бог сказал, страдание перенесла, а цель не достигнута. То есть она осталась при своих мнениях. Она осталась в своем характере. Может быть, это были молитвы чьи-то. Может быть, чтобы не соблазнить кого-то, Бог ответил на молитвы ходатайственные. Вы знаете, когда один находится в страданиях, а другой молится, то вера одного и вера другого подвергается испытанию. Один, который в страданиях находится, а другой, который молится. И тот, и тот может усомниться, Бог не слышит. И когда Бог виживает того, кто молится, грозит какая-то неприятность, он может ответить. Но какая польза тому, с кем Бог делал дело, за кого молились, но цель не достигнута, значит, придется повторять опять. Или погибнет человек. Поэтому вот здесь вот такое интересное слово, совершит совершит все свое дело. Все свое дело. И тогда скажет, посмотрим. А пока до конца все не доведет, то не станет менять ничего. И, наверное, это просто надо знать. Наверное, вот это истина относится к тому выражению, которое я часто говорю, да и вы часто вспоминаете эти слова пророка, которые говорят, народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Вот еще не будешь знать, что покуда Бог не достигнет цели, ничего менять не будет. И будешь думать, а почему? А почему? А ответишь на поверхности цели не знаю. Какая? А уже какая не знаю. Бог очень часто не говорит. может очень часто не совсем правильно, но нередко Бог не отвечает. Почему? Он просто хочет достигнуть цели, чтобы у нас было естественным то, что Он добивается. Не головой нашей сформировано. Что я имею в виду? А я имею в виду то, что я не один раз говорил. Мы очень часто делаем все правильно, потому что знаем, что так надо. А другой то же самое делает с удовольствием, с радостью от черца. Это две разные вещи. Но тогда, когда мы делаем под влиянием головы, это хорошо, да то, что не совсем то, что надо. А вот когда делаем правильно, не зная, как делать надо, это черце наше такое, оно не может по-другому. Поняли, что я сказал? почему иногда Бог не говорит, что он делает? Он просто хочет довести дело до канцера, естественным, не делом головы, не делом расчета, а от сердца, а это две разные вещи. Одно дело от сердца вспахать огород, а другое дело поручили это сделать и дело, я сам не знаю скорее как кончить. И переберу всех, кто мог бы, и почему его нету, и так далее, и так далее. Это же две разные вещи, это не одно и то же. Поэтому одна из причин, почему Господь иногда не отвечает нам, но продолжает держать нас в каких-то тисках определенных, именно хочет добиться цели, вне нашей головы. это часто касается чувств наших. И опять повторяю, есть разница между головой и чувствами. Голова понимает, что так надо, а сердце ни за что не хочет. Нет и все. А для Бога важно сердце наше. Вот в данном случае на вообще сто процентов можно цитировать местописание «Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце». Мы часто не так употребляем это. Но то, что я теперь говорю, это как раз то, где на сто процентов каждый день можно повторять. Чтобы Бог не смотрит на то, что ты делаешь. А почему ты это делаешь? Хотя в общем-то это не совсем правильно, Богу не безразлично, что мы делаем? Но почему? Или только под влиянием страха, что нарушив Бог наказывать будет, или я рад это сделать. Это две разные вещи, это не одно и то же. И Бог как раз ведет нас к тому, чтобы сердце наше было таковым. Сын мой, что мне отдай? Сердце мне отдай, сердце мне отдай. Это очень важно. И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца цара ахирийского. На тщеславие высоко поднятый глаз его. А дальше перечисляется, как это тщеславие выражается. Что такое тщеславие вообще-то? Этот человек напрасно сам себя прославляет, а на самом деле у него этой славы нету. Тщеславие тщетная слава. Тщетно сам себе приписывает то, что на самом деле нету. И тут уже часть нашей веры. Как-то пришла на сердце часть проповедей, которую я говорил вот в эти дни. Вы помните это местописание Евангелия Луки, когда говорит «Всякое дерево познается по плоду». Помните? Не может дерево хорошее приносить плоды худые. Так написано? И худое дерево не может приносить плоды добрые. Ну там же перечисляется. А у нас как бывает? «Я-то сделал плохо, но я хороший». Что вы ко мне цепляете? «Ну я сделал плохо, но я хороший». Оно что я так делал то все виноваты только не я. Я делал плохо, потому что все плохие. А я все равно хороший. Как раз Священное Писание опровергает все это. Оно говорит вот эту как расчекает на Слово Господне, чтобы мы все-таки называли вещи своими именами. Почему это важно? потому что если я признаю, что я не хороший, то Бог тогда может меня исправлять. Я тогда буду каяться, буду просить прощение. А если не, то как меня исправить? Если я хороший, что бы ни делал, плохо или хорошо, но хороший и все, тогда Бог доступа не имеет. Он не может вмешиваться в характер, не может вмешиваться в мысли наши, потому что мы не разрешаем это делать, мы не подчиняемся его голосу, о чем сегодня было напомнено, что овцы мои слушают чего голоса? Моего. А он как раз совпадает с священным писанием, и за чужим они не пойдут. Они понимают мой голос, знают его. И вот что как проявляется тщеславие и надмение. Господь здесь сказал, посмотрю на успех надменного сердца. То есть, что такое надмевается? Возвышается над всеми. Считает себя самым, самым, все остальные, вот это все, только мои княжи. и все. Если говорить царь, это только я, а все остальные пусть не самые хорошие, но они только княжья. Они не дорожли быть царями. Он говорит, силою руки моей и моею мудростью я сделал, это потому что я умен, потому что я умен, и переставляю пределы народов. А это в самом деле было. Но Писание говорит, это был не результат ума этого сирийского царя, а это была воля Божия допущение. И все жители перед тобой стали маломощны, трепещут, как беременные, бесчильные стали перед тобою. Потому ты и успеваешь вот так. С одной стороны те стали бесчильные, а с другой стороны я тебя укрепил, а ты говоришь, что я сделал, потому что я умен. И переставляю пределы народу, и расхищаю сокровища их. А вы помните, я раньше читал, я дал повеление ему ограбить. А он говорит, я расхищаю сокровища и низвергаюсь престолу, как исполин. И рука моя захватила богатство как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал явшую землю, и никто не пошевел крылом, и не открыл и не пискнул. Вот смотрите, даже не пискнул никто. А мы потребляем это слово тогда, когда действительно настолько преимущество великое, что даже рот раскрыть боится кто-то. И вот он посчитал, что он такой. Вот я такой и умен, и поэтому предел народу переставляю, и говорят, что они передо мной, как все равно гнезда покинутые яйца забрал, и никто ни рот не рассыл, никто не мог ничего сказать. И дальше Господь вот что говорит. Величается ли шекира перед тем, кто рубит ею? Оказывается, перед Богом это просто железная шекира. Он говорит, что я умен, я большой, я испаня, шекира железная и все вот столько. А я тогда в таком случае кто? Наверное, еще меньше из шекиры. Может, молоток? Знаете, молотком раньше у нас, когда были студенты, называли людей бестолковых. Молоток ты молоток, под расчешку кувалдой будешь, потому что он не рос никак. Ты теперь молоток будешь кувалдой и больше ничем не будешь. И вот часто гордость человеческая, она как раз дает основание не видеть на самом деле, что есть на самом деле. Вот он говорит, вот я какой, я умен, я исполин, я представляю пределы народа. А Бог говорит, ты железный топор, ты всего лишь. А то, что ты добиваешь успеха, то я беру топор, я им действую. И дальше та же самая мышь и пройдет. Пила гордится перед тем, кто двигает ее. Ну, уже пила, у нас пил, наверное, тоже много, да? Я не знаю, кто вас пилит дома. Но я тут с другой стороны хочу сказать, посмотри, кто вами двигает. Когда вы бубните целыми днями недовольные, надо поглядеть. Но думаю, что не от Духа Святого пила. Если пила, ну понимаешь, что такое пила? Вас пилили не один раз. И вы знаете, что такое пила? Она никогда радости не доставляет. Вот эта пила. И Господь называет и вот эту царату пила. Пила гордится перед тем, кто двигает аккуратно и может подним его. Знаете, какое получаешься интересное? Поднимается жест с кем-то, человек не видит, кто поднимает, а жест поднимает. Ну скажем, жест поднимается. Вот Это царь тоже вот этого не понимал. Говорит, ты обращаешь внимание, что ты поднимаешься, но не обращаешь внимание, кто поднимает. Как будто жест поднимается на того. Говорит, да он поднимает жест, а не жест поднимается сам на того. Просто все переставлено с ног на голову. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его. И между знаменитыми возожжет пламя, как пламя огня. Вот это явление очень такое неприятное. Вот за то, что вот этот царь вот так подумал о себе. А вы знаете, царь щелен единством со своими советниками. Когда у них не будет единства, он никогда не будет щелен. И очень часто, когда бывали раздоры, то советники, телохранители, они и свергали царей. Они и свергали царей, они знали его слабые места, они знали, как это сделать, они доступ имели. И вот здесь Священное Писание обращает внимание вот на эти вещи. Когда Бог прогневается, есть два варианта. Один вариант – дьявол вмешивается, и между нами начинаются раздоры. Другой вариант – когда Бог допускает, чтобы развалить дело, чтобы наказать, показать ему его бесчилие. И такое бывает иногда. Бывает такое. Поэтому я обращаю внимание на это. Зато Господь, Господь Саваоп пошлет чахлость на тучных его. Ну, что такое чахлость? Наверное, слово «чахотка» произошло. Когда люди заживо, чахотка, наверное, туберкулез, раньше чахоткой называли. Но они, так сказать, усыхают на глазах. Но когда Господь говорит «тучные», наверное, речь не идет о нашем внешнем виде. Но речь идет о делах, о поступках, которые показывают человека сильным и могущественным. А здесь, получается, вот эти поступки, они очень слабенькие оказываются. Чахлое дело. Чахлость. А чахлость – это умирающий, которого уже даже жизнь не поддерживается, она уходит от него. Знаете, в нашей жизни есть несколько периодов. Когда мы маленькие, ну, наверное, до скольки растет человек, не знаю. Я, наверное, где-то говорю, до 27-28, может, наверное, меньше еще. То организм работает на рост. Потом приходит период, когда организм только поддерживается. А потом приходит период, когда уже не обеспечивается, начинает в убыток работать. То вот здесь вот это явление-то произошло, когда уже в убыток начинает работать. Вот было время, правильно понимал все, нормально все было, на рост было. Потом пришло время, как у нас говорят, средний возраст. Уже мы и не растем вверх, и не стаптываемся. Ну, вот что-то нормальное. А потом уже приходит время, худеем, стареем, стираем, стаптываемся, ниже становимся. Потому что уже даже не поддерживается жизнь на уровне должном. Она уже уходит от нас, она убегает от нас. Поэтому, когда приходят вот такие конфликты, споры, разногласия, надо думать, что это происходит. А вдруг не то направление взято? А вдруг не те намерения положены? Хотя, я хочу сказать, если даже доброе будет, и дать место дьяволу, он будет разваливать. Но здесь уже стоит думать, а почему так происходит? Почему нет вот этого единства? Есть нечто непонятное. «И между знаменитыми его зажжет пламя, как пламя огня. Швет Израиля будет огнем, и святы его пламенем». Швет Израиля сегодня для нас, что является шветом? Слово Божие. Шветильник в ноге моей. А уже, чтобы сделать дело, наставание Слова Господне. Здесь уже нужна сила Божия, у нас есть Дух Святой. Говорит, потому что надо различать пламень огня. Такое выражение слышали? Пламень огня. Мы очень часто, что огонь, что пламень, для нас одинаково. Но на самом деле, огонь – это химическая реакция. Это то, что происходит внутри, что невидимо. Это мотивы наши. Это тот Дух, который стоит за нашими мотивами. А уже пламень – это то, что проявляется физически. Что и сжигает на самом деле. Пламень огня. Вот Господь здесь говорит, «Швет Израиля будет огнем, и святы его пламенем». Если сегодня перевести на наш современный язык, что действительно без Духа Святого, прежде всего, без знания Слова Господня, мы вообще не будем знать, как поступать. Потому что наша греховная природа, натура греховная, она к греху тянет. А если даже будем знать, то у нас есть священное Писание, которое говорит так, что без меня не можете делать ничего. Что значит, чего не без меня? Господь вознесся, вообще справа от Отца, но Он послал нам участие, Дух Святой. И через Дух Святой Он пребывает в нас, за что благодарение Богу. И поэтому надо обратить внимание на это. «Швет Израиля будет огнем, и святы его пламенем, который сожжет и пожжет черный его, и волцы его в один день». Вот что сжигает Дух Святой и пламень Божий. О, волцы и черный. Но когда мы в нашем служении сжигаем не то, что надо видим, не волцы и черный, а что-то другое, мы иногда можем даже и не разобраться. Вы знаете, что когда надав Иуд пронесли чуждый огонь на жертвенник, помните? То Господь поразил их. И это знал только Господь. Откуда остальные знали, откуда они огонь взяли? А Господь знал. И говорит, надав Иуд умерли, когда пронесли чуждый огонь на жертвенник. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы сегодня были очень внимательны в нашей жизни. Если что-то происходит, почему? Что это? В чем причина, что так есть на сегодняшний день? И пожрет черного и волцы его в один день, и славный лес, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахла умирающая. Ну, конечно же, я хочу сказать, что когда речь идет о сад и лес, то не осадишь лес, речь идет о людях. Речь идет о людях, о нас с вами. И остаток деревьев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. Я сегодня это явление вижу. Может быть, не совсем могу провести параллель, но я вижу, как сегодня часто умирают и отмирают некогда многочисленные церкви наши. Да? Деревни вроде бы остаются, а церкви одна за другой меньше, 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 меньше. Значит, что-то не то. Что-то не то было, что-то не то есть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, ну, в нашей жизни мы не были причиной для кого-то, что кто-то умирает из-за нас. Я имею в виду отрицательное явление. Но, наверное, все-таки в свое время кто-то где-то не домолился, кто-то где-то что-то не так делал, как надо, потому что церковь Христа, она не должна умирать. Она не должна отмирать. Приходят люди и так далее, и так далее. Что-то, значит, было вот в жизни этих христиан. В некоторых случаях, известно, что было. Соблазны были большие. Было много. Сделано не того, что надо. Я уже об этом говорить не буду. Ложное было. А в некоторых случаях даже иногда трудно определить, почему там так. Но здесь Писание говорит, что так не должно быть. Потому что это все какая-то отрицательная работа. Не должно быть так. И будет тот день, 20 стих читаю, «Остаток Израиля и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа святого Израилева чисто и сердечно». Вот еще одно такое явление, которое часто людям во вред бывает. Кто-то поражает, они на него надеются. Скажите, как это бывает? А очень просто. Делают что-то, что ему приятно, пытаются угодить, чтобы поменялось мнение, отношение. А это означает, не возложили упование на Господа, а на того, кто их поражает. Вы такое наблюдали в жизни? Наблюдали. Может быть, просто не обращали внимания. Когда человек, особенно на работе, вот есть то, когда на Господа, а есть то, когда на человека. И когда человек, дьявол ожесточит, то что вы не будете делать этому человеку, он не поменяется. А вот когда Бог займется, сделает свою работу. я уже знаю это на своем собственном опыте. Не хочу сегодня рассказывать много, но я помню такой случай, когда я, может, когда-то его и рассказывал. Работал я на комбинате, ну и нормально работал. Наверное, за троих там, или за сколько-то. Но я никогда не ходил в воскресенье и на праздники. Но это же не нравилось. На демонстрации никогда не ходил. Я не хожу на это, и все. Почему не хожу? В воскресенье должен быть в молитвенном доме. Ну, надо же есть картошку убирать. Посылайте в понедельник, пойду в торт. Говорят, в понедельник мы тебе не можем. Так что сделали? Значит, я чистился в мастерской, а работал в цеху. Говорят, а почему Николая нет там и там? В цеху, говорят. Говорят, а он у нас работает, он у нас не чистится. Мы ничего не можем сделать. Идут в мастерскую туда. Почему Николай не ходит на демонстрации? Говорят, ну, он у нас чистится, но он работает в цеху. Мы ему ничего сделать не можем. Потому что он на две эти стороны. Однажды, помню, оно в самом деле так оно было. У нас как-то были восьмые субботы. Ну, и как-то я... А у меня всегда были в запасе дни. Просили надо в выходной поработать и так далее. Я мог брать отгулы. Ну, на этот день я просто не знал и не взял. Ну, суббота, суббота. Прихожу на работу. Приходит, прибегает бригадир. Почему не был на работе? В субботу. А он говорит, что это интересно, я в субботу на работу пойду. Это восьмая суббота. Восьмая суббота. Откуда я знаю? Что ж ты не пришел, не сказал? Откуда я знал? И он пошел. Да я тебе сделаю. И опять начинает. А ты туда не ходишь, ты туда не ходишь. Пошел в мастерскую там разнос давать. А мой мастер, который в цеху был, он не знал, что он же у меня был. Да и говорит ему, а что ты кричишь тут? Я его отпущил. У него отгул есть. Как отпущил? Он сказал, что не знал. Он мне пошел. Ну, что ж ты мне не сказал? Откуда я знал? Я говорю, что он тут будет ходить между. Вы поняли, что произошло? Я его, по сути дела, подставил. И он пришел, значит, ко мне. Ну, я тебе устрою. А он давно так вот искал. Хотя, в общем-то, неплохой человек был. Ну, я подошел, говорю, что ты, говорю, кричишь? Ты делай то, что обещал. Что ты шумишь? Вот он пошел. Я сел так, а там мешок света еще был, сел молиться. И вдруг смотрю, вижу видение. Волк. Оскалил зубы. А потом облитый чем-то с ног до головы в одно мгновение. Я понимал, что если так все остается, не помолиться, то он и будет вот это, и прорывки лишит, и еще чего-то, и вообще. Даже только повод. Прошел, наверное, дня три или четыре после этого. Прихожу я в мастерскую, я туда мог не ходить даже. Смотрю, мой бригадир работает за ческами. А в чем город дело? Мне рассказывают. Пошел, значит, к начальнику, а он хотел быть освобожденным бригадиром. Работаешь, и освобожден. Пошел, и пошел, и стал говорить, значит, у нас мастерской парадка, а он бригадир не освобожденный. А хотел быть освобожденным, и пошел после этого, и начал начальнику, значит, у нас в мастерской порядка нет, у нас нету дисциплины. А говорят, а, порядка нету, ты бригадир, ну вот порядка, поставь его слесарем родовым. Все. Прошел, ну как, называй его по имени. Ну, стоит чески круче, что уже теперь говорить, он же не бригадир уже. А если бы я начал перед ним слаться, по сути дела, то он, ну, я не за то, чтобы, допустим, грубить кому-то, чтобы не выполнять, я совсем об этом не говорю. Но когда человек ожесточился, когда касается служения Богу, вы никогда ему не угодите ничем. Вот этот пример, говорит, они перестанут надеяться на того, кто их уничижал. Вы поняли сейчас? А на Господа должен упование. И тогда будет результат определенный. Поэтому я очень хотел бы, чтобы, когда мы сегодня будем предстоять перед Господом, может быть, кто-то из вас думает, что можно исправить чисто по-человечески что-то. Вот я то ему сделаю, то делаю, так, и поменяется. Ничего не поменяется. Если не будет, если Господь не увидит, что упование, надежда на него возложено, он, если даже и захотел бы человек поменяться, он ему не разрешит. Потому что надежду на человека обманет. Вы помните, есть такое местописание, там, правда, не о человеке идет речь, а надежда на виноградный сок обманет. Я иногда спрашиваю, ну, говорит, сорвался вот, выпил, а в чем дело? Ну, там меня огорчили, я решил. Я тогда говорю, надежда на виноградный сок обманет. Ты теперь выпил, а теперь идешь исповедоваться. Тебе же надо было к Господу обратиться. Господь эту боль унял бы, Господь ситуацию разрулил бы, а ты решил через вино сделать. Ну, наверное, раньше так получалось, неплохо. Как говорят, залил, да забыл про все, да уже и отдыхая вроде бы. Я сегодня веду немножко о другом вопрос, более глубоко и о Господе сегодня веду речь. Я очень хотел бы, чтобы в наших жизненных ситуациях, какие бы ни были трудными, чтобы наше упование было воздушено на Господа. угнетает ли нас кто-то или не понимает нас кто-то или... Давайте всегда помнить, если Бог не вмешается, ничего не поможет. Ничего не поменяется. А если Бог вмешается, да, Он умеет менять все. Хотя не всегда Он делает так, как мы хотим. Я вспоминаю события, которые связаны с жизнью Иисуса Христа, с учениками. В одних случаях, когда на море было буря, то Он что говорил? Умолкни и перестань. А в других случаях говорил, переноси ногу за борт и иди. Было такое. Господи, если это Ты, повели меня прийти по воде, говорит, иди. Собрался и пошел по бушующим волнам. Конечно, нам хотелось бы, когда мы возвращаемся к Богу, чтобы Бог сказал, умолкни и перестань. А Он надо говорить нам, а ты иди по этим волнам. Это гораздо более мощное свидетельство, чем плыть по морю, которая уже успокоилась. И какие самые сильные свидетельства? Это те людей, которые имели помощь, когда там море волновалось, бушевало, но оно поглотить не сумело. А когда утихло, ну, а в чем вопрос? И чудо какого-то особого не видно. А вот когда действительно ничего не меняет, чтобы их проходит, тогда говорят, я не могу понять, как Он мог пройти все это. Я бы мог рассказывать кое-что, но для некоторых это будет как сказка какая-то. На самом деле это были конкретные свидетельства людей, которые пережили вот такие вещи. Я когда-то рассказывал, когда, может, помните, кто-то из барановичских помнит, когда один из братьев с украинцев рассказывал, как его медведь кормил по всю всю зиму. Не помните? Ну, это для некоторых сказка. И после, может, весной уже, я уже все не повторю. Это было у брата Кирилла, я хорошо помню, где. Я хорошо помню, как он рассказывал. Уже всю зиму прокормил его, когда его сбросили с вертолета в лес погибать, завезли. То, говорит, когда ему этот медведь вышел на встречу, я, говорит, сказал, все, это моя смерть, Бог просто не хочет, чтобы я мучился. А он показывает, лапой пошли и заводит уберлогу. Завел уберлогу, начал кормить его мясом, сырое не ест, говорит, он пошел. Где-то, говорит, полдня ходил, принес кусок вареного мяса, вот каждый день ходил и кормил. И, говорит, однажды пришло время, говорит, я думаю, сколько же мне с медведем жить, надо же куда-то идти. А медведь, говорит, первое время он закрывал его, а потом поглядел, что он не убегает, он уже его не трогал, уходит сам куда-то, ну куда-то его кормить надо. Где-то, наверное, воровал, там где-то, где кусок вареного мяса, сам же он, конечно, огонь не разводил и не мог это делать. И потом пришло, говорит, уже не закрывал его, он, говорит, весна, он собрался, он говорит, сколько раз медведем жить буду, собрался и пошел. Говорит, догоняет медведя, говорит, показывает, назад и все. Говорит, с медведем шутки плохие, и, только успел завести, как, говорит, пошла бура, нескольких дней все, говорит, я, понял, что я погиб бы, я погиб бы. Ну и, вот, потом пришло время, уже пришла весна, зажеленело все, говорит, однажды приходит медведь, говорит, и приносит коржину с сухарами. Ну для кого-то еще нету сказка. Но Библия, говорит, со жверами полевыми у тебя союз, и жвери полевые в мире с тобой. Написано так, написано в Евгоду, написано так. Приходит, говорит, приносит коржину с сухарами, где он взял ее, говорит, не знаю. Говорит, вручает, говорит, и показывает лапой направление. Вот туда иди. Я, говорит, понял, что уже Бог, значит, ну, направляет его выходить с этого леса. Я, говорит, отошел с десяток метров, глянулся, а медведь стоит и плачет. Говорит, буквально слезав и плачет. И когда, говорит, пошел, как раз пришел к воротам той тюрьмы шел, только откуда его выбросили. К воротам той тюрьмы пришел, откуда его вывезли. А уже его зимой выбросили, а пришел вот он весной уже, говорит, увидели, там кто-то стоит, поглядели, это же, говорит, тот баптист, который выбросил, говорит, дайте ему документы, пусть он куда хочет. Говорит, дали мне документы, говорит, пошел. Пожалуйста, вот, ну, для кого-то это будет бред больного человека, но на самом деле, потом кто-то, когда вот расстреливали, и, говорит, щеканулся автомат, а по пиджаку, как все равно, говорит, по железу, стучит, и обсыпается все. Поглядели в страх, потому, когда мы сегодня имеем дело с Богом, то мы совсем по-другому можем понимать все вещи. Мы имеем дело с Богом. А Бог есть Бог чудес. Бог есть Бог чудес. Поэтому надежда на Господа, вот к чему я все свожу, она никогда не постыжает. Потому что Он делает то, что мы можем посчитать бредом, но на самом деле для Бога никакой проблемы нет в этих вопросах. Он прекрасно делает все. Поэтому я здесь и говорю, они возложат уфование на Господа, Святого Израилева, чистосердечно, от всего сердца, от всей души. Остаток обратиться, остаток, какого, к Богу сильному, ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено, изобилое, что и правдою. Вот суровое место. мы спасены по благодати, это правда Божия. Господь так не посмотрел ни на что, но и одна из частей правды Божией, истребление определено. И я вот так вот наблюдаю, зная вот это служение, вы знаете, что в некоторых случаях просто Бог разрешает все вопросы быстренько, а в некоторых случаях говорят, не могу, а вот за это я не могу простить. Вот будет так и так, не могу отменить. Слишком большое преступление, слишком большое кровопролитие было, не могу. Спасать человека спасает, в смысле, душу, а вот снять все тяжести по плоти, не могу, говорит, и все. Это и будет так продолжаться. И вот здесь Писание говорит, Ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. И истребление определено изобилую, что ее правдою. И 23 стих. Ибо определенное истребление совершит Господь Саваоф во всей земле. Почему так говорит Господь Саваоф? Вот слушайте, вот уже народ гнева, теперь я читаю другое, что Бог имеет в этом народе. Народ мой, живущий на сегодня, не бойся, асура. Он поразит тебя же злом, и трость свою погибет на тебе, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. Вот в чем разница между народом Божиим, который Бог наказывает, и между теми, которые нечастивые, но через которых Бог наказывает. Время определено. И вот, когда определенное время, я обращусь к вам, вы будете жить, а они что? Погибнут. Они погибнут. ибо определенное истребление совершит Господь Саваоф во всей земле. Почему так, говорит Господь, Господь Саваоф? Народ мой, живущий сегодня, не бойся, асура. Они же были в страхе. Он действительно ушел, порабощал, делал, и никто преграды не мог поставить. И Господь здесь объясняет, что дело не в его силе, но вы заработали, получите наказание. Ну, знайте, оно не будет положаться вешеной. Вот пройдет время, есть время на все. И когда вы будете читать Екклесиасты, кажется, вторая глава, точно не помню, вторая или третья, вроде бы вторая, но в чему свое время. Время рождаться и время умирать. А между этими двумя временами крайними точками рождаться и умирать еще двадцать шесть времен. Это и время насаждать, и вырывать, любить, и ненавидеть, и так далее, и так далее, просто дома почитайте. Я не хочу на этом останавливаться. Может, когда-нибудь еще доведется и клещасту разбирать, то насколько доступно будем останавливаться. Но время назначено на все. И потому очень хотелось бы я в практическую сферу переведу сегодня. Вот это время, которым зацепили сегодня, когда исчезли Дом Писания. Даже чтобы получше силы от Господа времена есть. Не знаю, как у вас, а у меня так. И были времена, когда я уже чувствовал, что нет уже силы. И Господь говорил так, вот еще немного, еще чуть-чуть потерпи. И придет время, и опять получишь силу. А знаете, почему это было так? Наверное, я ее не расходовал так, как надо. Почему и не мог вот так от времени до времени? Вы понимаете, что я говорю? Бог не дает силу лишь бы на что. Он конкретно. Вот, пожалуйста, точка, вот вторая точка. И так оно было. я получал физически, что же не просто вот так вот, где-то вдохновение какое-то. Я чисто физически чувствовал это. Поэтому вот здесь вот мы натолкнулись на такую истину. Значит, не бойся, он поразит себе злом, и трос свой подним на себе как египет. Но мое негодование пройдет, и что немного, очень немного. Оно было счастливо с временем. И Бог на все есть время. Вы помните, когда исполнена полнота времени, Бог послал кого? Сына Своего Единородного. Это прямым текстом написано. Полнота времени исполняется. И у нас очень много Бог дает нам по времени, во времени. И может быть потому, чтобы что-то взять от Господа, надо быть готовым. А некоторые вещи, подготовка, они со временем связаны. Я и это допускаю, что раньше того времени, но не может человек приготовиться взять то, что положено. И тем не менее, мы не можем эту истину поставить в сторону. Со временем много связано. И я нисколько не сомневаюсь. И для каждого из вас время есть определенное. Для чего-то назначенное и я опять перечитываю еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование. и ярость моя обратиться на истребление их от тех, которые вас мучили и не покажут, конечно, вы не поняли. Сделая свое дело, и Господь свое дело начинает делать тогда с ними. И поднимет Господь Саваух бич на него, 26 стих, как во время поражения Мадиама у скалы Орыва. Вот на этом стоит остановиться более подробно. Потому что Господь исчез Исаию, вспоминает прошлые времена. Это было время Гедеона вспоминает. И вот так будет. Что ж тогда было? Книга чисел читаю. 31 глава 8 стих. Информация очень интересная. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских. А здесь написано, как время поражения Мадиама. Царей Мадиамских. Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву. Пять царей Мадиамских. И Валаама сына Виорова убили мечом. О чем идет речь? Это очень важное местописание. Я уже вам говорил, здесь весь ключ скрывается в именах. Мадиам, распро, спор. Вы знаете, это самое неприятное явление, которое бывает в жизни людей. Кого же они убили? Это были цари Мадиамские. Вот через что начинается распро и спор. Первый Евий. Переводится как желание. Я думаю, желание не Бога искать. Это цари Мадиамские, которые распро желание. Следующий был рекем. Дружба переводится. Дружба с миром. Что? Вражда против Бога. Вот еще один царь, который под этой крышей. Мадиам. Следующий цур. Скала, твердыня. Учез. Есть дьявольские твердыни в разуме у людей. Вот убьет что-нибудь в голову и хоть что ты хочешь ему. Он вот стоит на этом и все. Я уже о них не буду говорить. Об этих твердынях. Хур благородный. Сегодня очень часто благородство мирское против поставляться святости. Говорят, а что? У нас тоже хороших людей много. А что? Это правда. И благородных много. Но это две больших разницы. Святой, когда делает по слову все, и сердце согласно. Благородный очень часто знает, как себя вести надо в той или другой ситуации. Он знает, как правильно культура и так далее, и так далее. Но сердце его, чувства его, не совсем те, что надо. И потолок совсем разный. Вот как раз говорит, я подниму свой жест, как в то время, во время поражения Медяма у скалы Арева. Я просто перечислил. Ну и кого и что тут Реву? Это четвертая, четвертая часть. А четвертая часть, сегодня мы живем в трех измерениях, а четвертая измерение, и он еще говорил, это духовный мир. Это духовный человек. Ну и кто еще был убит? Валаам Синвей Уместе с ними вместе. Который не видел то, что делается на самом деле. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы своих царей Мадиамских выловили и ответили, а что тут у нас скандалы всегда у всем Медшего? Что за цар мной рукавой? Что за желание? Что это? Это прямо написано, есть цари, которые во главе стоят. Дружность миром, и что есть разноцветные пестрые. Мы сегодня тоже часто пестрые бываем. В доме молитвы одни, на улице другие, на работе третья, женой четвертая. Столько цветов у нас, все цвета радуги, что хочешь. На выбор. Целая коллекция, как у музея каком. Но это уже второе значение. Но я саму суть хотел донести. Господь здесь вот сказал, почему я на это обратил бич на него, как вовремя поражения Мадиама. А там перечислено, кто был уничтожен. Это те пять целей, помните, которых у пещеры закрыли, камнями привалили и пошли дальше воевать. А мы тоже, когда покаялись, то кое-кого просто привалили, придавили. И пошли, потом они начали поднимать голову и исповедоваться. Помните, там их выводили оттуда по одному, называли по именам и их казнили. Рыщ об исповеди сегодняшней. Я уже более глубоко не говорю об этом. Дома найдете, прочитаете, вы увидите, о чем там рыч идет. Сначала пошли, а потом вернулись назад и давай чистить эти пещеры. Начали уводить их оттуда по одному, потому что это все-таки были враги. Они пошли вперед, а сзади остались. Вы, наверное, тоже их испытывали не один раз. Как на крыльях летали, а потом раз, начали поднимать гол. Откуда? Откуда вы взялись? Оказывается, их заперли, то камнем провалили, они там щетель до пары до времени, их надо выводить на свет. Я уже не буду дальше говорить, я уже на следующий раз оставлю что-то, но просто еще прочитаю. Или как прощер на море жезлы, и поднимет его, как на Египет. И будет тот день снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо шеи твоей распадется ярмо оттука. Ярмо находится на шее, помните, я немножко говорил. Ну, атук это жир, это жир, и это символ благополучия, когда разрывается ярмо, воротнички рвутся у некоторых братьев. Я часто наблюдаю, покуда были неженатые, были худенькие, худенькие, а потом через полгода начало рваться кругом, вот так вот пошло, тук разрывает. Это нормальное явление, хотя не прожирение, говорю, не унижаю никого, но на самом деле туком рвется ярмо всякое. Когда человек входит в силу, когда питание достаточное, я имею в виду сейчас с духовной точки зрения, когда мы Слово Господне читаем, всякое ярмо будет с шеи снято, разорвано будет, оно само не спадает, его разрывать надо. Поэтому пусть Господь благословит нас, наше ярмо снимать, разбираться, видеть наших князей мадиамских, которые мешают нам жить, и пусть Господне благословение и в дальнейшем